Привет, меня зовут Гульнас. В сегодняшнем уроке мы сошьем тренч или плащ из эко-кожи. Разумеется, вы можете выбирать те материалы, которые вам больше по душе. Это может быть не только искусственная кожа, но и плащовка, а также пальтовые ткани. Для этого тренча я выбрала серебряную матовую эко-кожу. Металлические цвета в одежде и аксессуарах это еще один из ключевых трендов 2018 года. Однако хочу сразу же сказать, что этот урок не предназначен для профессионалов. Если вы никогда до этого не шили верхнюю одежду, то, возможно, вам стоит начать с этого урока, поскольку обработка изделий на подкладе здесь показана в упрощенном, не всегда правильном, но, тем не менее, доступном варианте. Поэтому этот урок скорее подходит для новичков, которые умеют шить в легкую одежду. Этот тренч шит из эко-кожи, искусственной кожи. Если посмотреть наизнанку, то мы увидим, что полотно имеет трикотажную основу. А это значит, что оно прекрасно растягивается, особенно поуточной, то есть поперек кромки, но и не сильно растягивается по долевой, то есть вдоль кромки. При покупке советую уголок витринного образца потянуть немного сильнее, для того, чтобы оценить, насколько эластично и насколько прочно полотно. К примеру, вот этот образец очень хороший. Сколько бы я его не растягивала, верхний слой не отходит от трикотажной основы. Нам потребуется около двух метров основной ткани. Примерно столько же потребуется и подклада. Можно использовать любой подклад, который вам понравится, того же цвета, немного либо другого контрастного цвета. Можно использовать подклад с рисунком, но поскольку ткань и так необычная, я решила не экспериментировать с контрастным подкладом и выбрала простой серый классический подклад. Я воспользовалась готовой выкройкой из журнала Burda. Первый выпуск 2018 года. Тренч под номером 120. Вы можете использовать любую выкройку. Возможно, вы ее построили. Или у вас есть выкройка из другого журнала. Это не важно. В этом уроке я хочу показать вам способ соединения основной части изделия с подкладочной. Вторым способом, который мы еще не рассматривали на наших уроках. Основную деталь кармана, то есть деталь из эко-кожи, я продублировала для того, чтобы он не вытягивался и не растягивался также вход в карман. Но карман можно и не дублировать, либо продублировать только полоску вдоль верхнего края кармана, для того, чтобы вход в карман не растягивался. После этого нам необходимо будет приложить основную деталь с подкладочной лицом к лицу и дать строчку по всем сторонам. Но с одной стороны можно оставить отверстие примерно длиной 4-5 сантиметров. Я оставила с бокового среза кармана. Теперь через это отверстие мы сможем вывернуть карман на лицевую сторону. Но прежде чем выворачивать, нам необходимо подрезать уголки и самые округлые части, для того, чтобы карман аккуратно вывернулся на лицевую сторону без каких-либо утолщений по углам. Итак, начнем с угла. Надрезать. Нам необходимо надрезать припуски на швы, оставив примерно 2 мм в самом остром уголке. Дальше от уголка мы просто уводим на нет, то есть к припуску на 1 сантиметр. Плавно. Вот таким образом. То же самое со второй стороны. Оставляем 2-3 мм, но не меньше 2 мм, поскольку иначе швы могут просто распуститься. То же самое в отношении округлых участков кармана. Мы плавно сводим срезы на 2-3 мм и дальше снова уводим их к стандартному припуску. Хорошо подрезали. И теперь можем выворачивать карман на лицевую сторону аккуратно. Хорошенько расправляем уголки и округлые участки нижней части кармана. Ну а теперь карман можно поутюжить, даже не закрывая отверстия. При желании вы можете подшить его аккуратно вручную, для того, чтобы по лицевой стороне кармана строчек не было видно. Но можно и совсем не подшивать, а после того, как вы присоедините карман к основному полотну, то есть к полочке изделия, и дадите строчку в круговую, прикрепляющую карман к изделию, то это отверстие само собой закроется. Итак, поутюжили хорошенько карман. Следите за тем, чтобы на лицевую сторону кармана изнаночная сторона, то есть подклад, не выходил. Вы можете даже заправить 1-2 мм основной лицевой ткани наизнанку, на оборотную сторону кармана, так называемый кантик, и заутюжить в таком состоянии. Ну и, конечно, эко-кожу, и кожу, и подобные материалы нам необходимо утюжить с дополнительной хлопковой тканью, проутюжником. Просто накладываем бязь или любой простой белый хлопок, и после накладываем утюг, отдаем паром. Хорошенько отстаиваем деталь, и она приобретает нужную нам форму. И мы можем в целом сразу присоединить карман к основной детали изделия, к полочке, то есть настрочить его, пока изделие не собрано, поскольку нам ничего не мешает, мы можем работать в прямой плоскости. Итак, приложим карман так, чтобы его верхний срез был на уровне талии, либо немного ниже. На самом деле, вы можете регулировать положение кармана своему желанию, в зависимости от того, как вам удобно. Можно опустить на уровень бедер, если вам так удобно. Также отступаем от линии полузаноса, от среза по передней половинке изделия, примерно на 10-15 сантиметров. И боковая линия кармана должна быть параллельна линии полузаноса, поскольку в этом месте она уже прямая, то есть вертикальная. Прикладываем карман, и желательно, конечно, его не прикреплять булавками. Но, к примеру, я прикреплю таким образом. Заведу булавку с отступом примерно на 1-2 миллиметра от края кармана насквозь. Таким образом, я прикрепляю основную деталь изделия, а затем аккуратно стараюсь подцепить только подклад кармана. То есть, снова на лицевую сторону кармана я уже не выхожу, для того, чтобы здесь не осталось проколов. Итак, продолжаю прикреплять вдоль всей длины кармана по одному боковому срезу, затем нижний участок кармана и вновь второй боковой срез кармана. После этого нам необходимо будет дать строчку на 1-2 миллиметра от края, можно отступить чуть больше, от одного верхнего края вдоль всех срезов до второго верхнего края. Кстати, здесь наверху можно сделать особенную строчку треугольником, для того, чтобы вход в карман не разорвал полотно. Для этого вам необходимо будет начать примерно на сантиметр ниже верхнего края кармана, прострочить по диагонали, примерно на расстоянии 5-7 миллиметров от бокового края кармана. Затем на 1-2 миллиметра от края строчим в сторону бокового края кармана и вдоль всех срезов кармана строчим на 1-2 миллиметра. Затем снова возвращаемся к верхнему краю кармана, строчим прямо до конца, далее строчим вправо на 5-7 миллиметров и по диагонали вновь спускаемся примерно на 1-1,5 сантиметра. Заканчиваем строчку. Так карман будет лучше пристрочен, прикреплен, и вероятность того, что он порвет основную деталь изделия в процессе носки снижается. В этой модели я раскроила полочку и спинку цельной, то есть бокового шва нет. По линии бокового шва вам желательно сделать надсечку либо отметку, для того, чтобы было удобно ориентироваться в процессе втачивания рукава в пройму. Ну а теперь, прежде чем втачивать рукав в пройму, нам необходимо заготовить отлетную кокетку, присоединить ее к срезам проймы и после этого втачать рукав. Кокетку складываем лицом к лицу с подкладом. Соединяем передние и нижние срезы и даем строчку на 1 сантиметр от края. Верхние срезы, срезы проймы остаются открытыми. Далее выворачиваем кокетку на лицевую сторону и хорошенько отутюживаем кокетку, желательно также выводя 1 мм основной лицевой ткани на оборотную сторону, на изнаночную сторону, формируя таким образом кантик. После этого небольшая часть подклада у вас может выйти, ее можно срезать. Подготовили кокетку, подровняли все срезы и я закрепила вдоль, со стопом примерно на пару миллиметров, булавками две детали вместе, то есть основную и подклад. Но не заходило глубже для того, чтобы в последствии не остался брак отверстия от булавок. Ну а теперь прикладываем подкладочной стороной к лицевой стороне изделия кокетку, соединяя срезы горловины. Также можно соединить с отступом 2-3 мм от края, если вы оставляли 1 см на швы, либо воспользоваться прищепками канцелярскими, либо специальными. И нам необходимо прикрепить детали друг к другу вдоль, по срезам горловины и по срезам проймы. Прикрепили отлетную кокетку. Ну а теперь можем дать строчку на 1 см от края по всем срезам, для того, чтобы прикрепить детали друг к другу. А можем сразу обработать рукава и присоединить их к срезу проймы. И одним швом, одной строчкой прикрепить таким образом друг к другу 3 детали вместе. Основную деталь, кокетку и рукава. Собираем рукав, состоящий из двух частей. Просто соединяем срезы. У нас их два. Часть рукава, которая меньше, относится к передней половинке рукава. Выворачиваем рукав на лицевую сторону. И переднюю половинку рукава прикладываем к полочке. Соединяя срезы проймы и срезы оката рукава. Также лицом к лицу. Можно переставить те же самые иголочки, прикрепив таким образом еще и рукав. Если вы оставляли контрольные отметки бокового шва, то можете сразу прикрепить их. Далее мы переходим к прикреплению оката рукава к пройме по спинке. И присоединяем детали в круговую. Прикрепили рукав к пройме. И теперь нам необходимо дать строчку на 1 см в круговую. И таким образом мы получаем единый срез горловины. То же самое повторите со вторым рукавом. Соберем воротник. Начнем с верхней части воротника. Одну из деталей нам необходимо будет продублировать. Это верхняя деталь воротника. Теперь обе детали сложим друг к другу лицом. И прикрепим срезы. Нам необходимо закрепить боковые срезы воротника и верхний срез. Остальные участки мы оставляем неприсоединенными. Вывернули воротник на лицевую сторону, поутюжили так, чтобы верхняя часть воротника, то есть дублированная сторона воротника, на 1 см зашла на оборотную сторону. То есть нам необходимо сформировать кантик. теперь положим верхнюю часть воротника то есть дублированную деталь воротника сверху нам необходимо будет прикрепить верхнюю часть воротника к стойке стойка также состоит из двух деталей одну мы продублируем другую дублировать не обязательно не дублированную деталь нам необходимо приложить к дублированной детали верхней части воротника соединяя середины прикрепив середину с одной стороны и с другой а теперь просто прикрепляем воротник стойку к верхним отлетному воротнику соединяя концы с обеих сторон прикрепили и теперь даем строчку на один сантиметр от края и наш воротник будет уже заготовлен пристрочили воротник стойку и теперь можем присоединить готовый воротник к основным деталям изделия по борту вы должны были сделать отметку там где должен начинаться воротник именно к этой точке нам необходимо будет прикладывать срез отлета воротника и прикрепляем то же самое со второй стороны также сразу можем прикрепить середину воротника к середине горловины по спинке подправляем все срезы и продолжаем прикреплять в оставшихся отрезках прикрепили и теперь можем дать строчку но можно сразу же присоединить деталь подборта и обтачки по задней половинке и разом дать строчку таким образом мы прикрепим друг другу три детали основную деталь плаща воротник и детали подборта продублированные детали подборта передней и задней половинки нам необходимо присоединить друг другу лицом к лицу по плечевым срезам и теперь мы получаем единую цельную деталь ключевые срезы можно разутюжить в разные стороны для того чтобы они образовывали меньше толщины ну а теперь мы присоединим деталь подборта и обтачки к основному изделию изделие разложим лицом наверх и лицом к лицу приложим деталь обтачки соединим все срезы вместе плечевые швы должны совпасть со швом по рукаву можем сразу присоединить их в качестве контрольных отметок перезаголоть ту же самую булавку то же самое со второй стороны присоединяем по срезам горловины а затем присоединяем вдоль линии борта по всей длине прямо до низа изделия пристрочили деталь подборта обтачки и теперь прежде чем выворачивать на лицевую сторону изделия мы также подрежем округлые уголки аналогично оставив в самом округлом месте 2-3 миллиметра таким образом с двух сторон после этого нам необходимо вывернуть изделие на лицевую сторону и хорошенько поутюжить и нам остается обработать только деталь подклада и присоединить ее к основному изделию переходим к подкладу с подкладом дело обстоит аналогично полочка и спинка в этой модели цельные то есть нет бокового шва рукава реглан те же самые за исключением области вдоль срезов горловины поскольку там предполагается обтачка по изнаночной стороне изделия которую мы уже обработали единственное чем отличается подклад от основных деталей это то что по одному из рукавов нам необходимо оставить отверстие длиной 10-15 сантиметров для того чтобы в самом конце мы вывернули изделие именно через это отверстие мы с вами рассматривали в ранних видео обработку соединения подклада с основным изделием немного иным образом мы оставляли отверстие по низу изделия и в заключении в самом конце застрачивали его либо полностью оставляли необработанным низ изделия и одним швом застрачивали после того как вывернем изделие на лицевую сторону в этом случае мы обработаем практически так же но не будем оставлять срез снизу изделия на последнюю очередь обработаем его сразу а для уворачивания оставляем отверстие по рукаву только по одному из рукавов разложим изделие основное изделие лицом наверх в том числе раскроем детали подборта обтачек и теперь лицом к лицу приложим детали подклада и нам необходимо соединить вдоль среза горловины и далее среза по передней половинке и до самого низа изделия то же самое со второй стороны присоединили подклад в круговую и теперь нам необходимо дать строчку от уровня низа изделия в круговую и до среза низа изделия со второй стороны на 1 сантиметр хорошо присоединили подклад вдоль обтачки и подборта ну а теперь вложим рукав вовнутрь и соединим срезы лицом к лицу вот таким очень простым способом то есть так как они должны располагаться внутри мы просто подправили срезы вовнутрь пока не важно с каким припуском далее нам необходимо аккуратно подлезть изнутри и подойти к этому месту между подкладом и основной детали вот я уже приближаясь к ним изнутри теперь беру за два среза изнутри и выворачиваем благодаря такому способу мы не перепутаем рукав и он не будет повернут в другую сторону и так соединяем швы между собой они строго должны совпасть дальше подправляем срезы друг другу то есть они располагаются лицом к лицу подправляем контрольную отметку второй шов по рукаву прикрепляем булавкой и прикрепляем в промежутках ну а теперь нам необходимо в таком состоянии до строчку на 1 сантиметр в круговую по всему низу рукава то же самое необходимо повторить со вторым рукавом соединили нижние срезы рукава и теперь подправим и снова заправляем рукав из подкладочных детали в рукав из основной детали поворачиваем и получаем готовый рукав с подкладом внутри нам остается его только поутюжить по низу рукава что же завершаем нижний срез изделия для этого вывернем изделие на изнаночную сторону полностью подправляем друг другу срезы соединяем по низу изделия полностью и даем строчку на 1 сантиметр от края от одного конца до другого такой метод обработки низа изделия является не совсем правильным технологичным то есть не по классической технологии однако мы рассматриваем способ который наиболее подходит для новичков поэтому если у вас есть мечта сшить изделие на подкладе то есть верхнюю одежду то такой способ пусть даже и не полностью правильно подойдет для первого изделия на подкладе соединили срезы по низу изделия ну а теперь находим то самое отверстие которое мы оставляли по рукаву и выворачиваем изделие на лицевую сторону прямо через это отверстие будьте очень аккуратны для того чтобы не разорвать его вот и все наш тренч практически готов нам остается закрыть отверстие по рукаву аккуратно его расправляем заправляем припуски на швы вовнутрь то есть один сантиметр по двум срезам закрепляем булавками и даем прямо по лицу строчку на 1 миллиметр от края закрывая таким образом отверстие на этом наш тренч готов обязательно хорошенько поутюжьте по всем швам низ изделия не с рукава и плащ будет выглядеть очень аккуратно и качественно ну и конечно утюжим такие изделия через проутюживник не напрямую утюгом на этом все наш тренч готов спасибо большое что досмотрели видео до конца обязательно поставьте лайк если вам понравилось и напишите мне в комментариях как вам такая идея отслеживать тренды и шить изделия в согласии с ними я желаю вам хорошего дня мы увидимся с вами на следующей неделе в пятницу до встречи пока